Итак, продолжается большой тренинг эфир на телеканале Санкт-Петербург. Николай Ростворц, Марина Иковахонская, ваша компания «Экология. Дело каждого». Так звучит не только постулат всех сознательных жителей нашей планеты, но и также называется премия Росприроднадзора за интересные нестандартные проекты, которые посвящены сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. Подробнее о том, как принять участие, предложить свои идеи, поговорим с руководителем Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Михаилом Юрьевичем Казиминых и обладателем Гран-при премии 2022 года Борисом Глушаком. Доброе утро, джентльмены. Да, доброе утро. Доброе утро. Михаил Юрьевич, мы знаем, что премия проходит в третий раз. Число номинаций в этом сезоне увеличилось до 12. В каких категориях вы рассматриваете инициативы неравнодушных горожан к вопросам экологии, экологическое воспитание детей и подростков? Немного истории. 21 марта 2021 года было принято решение о создании этого, на самом деле, уникального фонда. Надо сказать, что драйвером этой работы является Светлана Геннадьевна Родионова, это наш руководитель, и, собственно, она вдохновила всех на вот эту большую работу. Сама премия представляет из себя, вы правильно сказали, 12 номинаций, причем три номинации появились только в этом году. Они позволяют сделать самое главное, не только детей до 18 лет, чтобы они принимали участие в этом, но на самом деле сейчас есть возможность, в том числе и пенсионерам, начиная от 18 до пенсионного возраста, участвовать вот в этих трех номинациях. Это сделано как раз для того, чтобы премия была более полноценная, и чтобы не только школьники участвовали в ней, но вообще все желающие. Там очень много номинаций, с ними познакомиться легче на сайте, чем объяснять сейчас. Но одна из них, допустим, это «Эко-тропа», «Эко-семья», «Эко-мультфильм» и так далее. И я вам скажу, что премия сейчас пользуется максимальной популярностью, потому что она уже приобрела международные масштабы. На сегодняшний день 38 зарубежных стран, 89 регионов, все участвуют в этой работе. По численности участников за весь период это порядка 55 тысяч. Здесь надо сказать, что Санкт-Петербург – это тот город, который получил Бориса. В 2021 году он получил Веру. Вера – это 12-летняя школьница, которая в 12 лет начала преподавать ребятам с первого класса уроки экологии, которые сама разработала, ну, с учетом там группы. И что важно в этой премии, она не просто поговорить, но это огромное количество призов на самом деле. Призы полноценные, включая «Отдых в Орленке», это те, кто реально побеждает в этих конкурсах. Надо сказать, что и сама конкурсная комиссия, это возглавляет ее вице-премьер Абрамченко. Там есть Лавров, много фамилий, которые говорят о том, что это интерес очень большой на уровне правительства и государства. Поэтому я считаю, что эта премия, ну, имеет право на жизнь. И в ней все, и вот, пользуясь случаем, призываю всех петербуржцев, независимо от возраста, участвовать в этом конкурсе. Что из себя представляет этот прибор, и вот мы на кадре выяснили, что он, оказывается, уже применяется в нашем городе? Мой фотобиореактор создан за счет фотосинтеза микроводорослей хлорелы, которая поглощает углекислый газ и выделяет кислород на 70% эффективнее обычнокомнатных растений. Так, как это микроводоросли, она плавает в гуще воды и питательного раствора. И при помощи помпы поднимается на ярусы, с которых она стекает, и за счет чего увеличивается площадь поглощения, через которую хорелла поглощает углекислый газ. Ну, а проще говоря? Что чистит этот реактор? Он очищает условнодушные помещения от углекислого газа, так как в помещениях возникает обмраченное состояние, головные боли не от недостатка кислорода, а именно от избытка углекислого газа. То есть ли это максимально актуальное твое изобретение? Скажи, пожалуйста, вот сейчас, когда оно уже где-то применяется, у тебя есть уже следующие мысли, куда ты направишь свой творческий научный ум? На мое изобретение я уже получил патент, благодаря Росприроднадзору. Дальше планирую развивать данный проект, так как я считаю, что это очень полезная вещь. Спора не вызывает. А насколько вообще растет сейчас популярность и осознанность экологического выбора, экологического образа жизни у молодежи и в целом у взрослого населения, поскольку кому-то до сих пор весьма непросто дается внедрение в свою жизнь этих привычек? Может быть, именно молодежь родителей своих научит новым экологическим привычкам? При создании этой премии, я думаю, из этого исходили, потому что подрастающее поколение, наверное, у устоявшегося взрослого населения есть какие-то свои привычки, которые крайне тяжело ломать. Но при этом у детей достаточно подвижная психика, я думаю, что как раз их приучить к раздельному сбору, к сбору отходов первого класса, батарейки и так далее, в места, которые действительно предназначены для этого, а не просто выкидывать мусорное ведро. И здесь, конечно, надо сказать, что правительство Санкт-Петербурга уделяет этому внимания. Я думаю, что переход как раз на раздельный сбор и участие маленького подрастающего поколения в этом, ну, действительно, в актуальном режиме, я думаю, что это даст, ну, действительно положительный итог. Плюс сама премия позволяет действительно показать какой-то, и мы ее делаем максимально публичной, чтобы эта премия говорила о том, что детки, которые участвуют, а сейчас уже и взрослые, но действительно не только получают награды какие-то, что достаточно важно, но и получают вот такой общественный резонанс и утверждение, что это важно для того, чтобы наша страна как-то процветала. Это верно. Борь, скажи, ты наблюдал, может быть, среди твоих друзей-одноклассников или среди старшего поколения, что когда ты начинаешь говорить им о важном отношении к экологии, например, к раздельному сбору мусора или еще каким-либо проблемам, что ты чаще встречаешь, пока, ой, Борь, то к тебе и надо, там, ты со своей экологией, или, наоборот, начинают к тебе прислушиваться, может быть, ты сначала им должен что-то объяснить, неважно, взрослым или сверстникам, чтобы они как-то пересмотрели свое отношение к экологии, к тому миру, городу, планете, на которой мы живем. Ну, я думаю, что всем уже известно о проблемах экологии, и я часто встречаю людей на улицах, которые в магазины ходят с шопперами, они покупают пакеты. Также есть те, кто сортирует мусор, сдают батарейки в пункты приема и так далее. А с непониманием ты когда-нибудь сталкивался, что тебе приходилось кому-то объяснять, что это важно, это нужно. Ну, такое встречается очень редко, так как все понимают, чему грозят проблемы экологии. Да понимать-то, понимают, знаешь, делают, к сожалению, пока не все. Воле, ты начнешь тоже однажды начнешь проводиться, а дальше понимаешь. Как только, понимаешь, нет, я тебе скажу, как только в моем дворе появилось несколько контейнеров, а не один, в который ты принес три пакета, сложил, а поехал, но все равно на один полигон. Вот как только в моем дворе появилось, я тебе скажу, что они начали пользоваться действительно популярностью, где есть хотя бы бутылки, пластик и самые главные наклейки, чтобы ты не каждый раз вспоминал, какой, например, цвет, куда сдать бутылку, а там прямо написано, сюда вот можно, сюда нельзя. Мне кажется, это тоже очень важно. Инфраструктура постепенно, да, прирастает, и это тоже, конечно, общая заслуга, что есть и потребность у населения, и ответ от государства. Спасибо вам большое, что рассказали так подробно об этой важной инициативе, а, Борис, от вас мы будем ждать других полезных изобретений, которые сделают нашу общую жизнь легче, а планету чуть более здоровой.